В результате проводимых с мая поисково-спасательных работ на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены останки не менее 31 человека, принадлежащих, скорее всего, азербайджанцам, захваченным и удерживаемым здесь во время Первой Карабахской войны. Тогда было принято решение продолжать раскопки и уже в июне были обнаружены останки еще 14 человек, а в августе еще 17. Сегодня состоялись церемонии захоронения трех опознанных останков – Аббасова Магерама Аббасоглы, Микаэлова Бабы Балакищоглы и Гусейнова Гюльверди Агагусейноглы, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны. Бакутэве побывал на церемонии прощания с двумя из них. Гюльверди Гусейнов пропал без вести в селе Дашалта Шушинского района в 1992 году. Его останки были захоронены на кладбище поселка Гобу рядом с его внуком Гасымовым Гюльверди. С одной стороны, это большой город для нас, но в то же время мы испытываем радостное облегчение от того, что спустя 30 лет мы нашли нашего дядю и можем его похоронить. Да благословит вас Аллах, да упокоятся души наших шехидов. Мы не знали, не могли найти его, угадали, где он, может он попал в плен, ранен или стал ли шехидом. Он наша гордость. Мы гордимся тем, что он азербайджанец. Карабах – это Азербайджан. Родина Инделима и шехиды бессмертны. Благодарю вас, да упокоят Аллах души усопших. Останки Бабы Микаэлова, пропавшего во время Первой Карабахской войны в селе Дашалты Шушинского района, доставлены в село Гюйляр Шамахинского района. После прощания его останки будут похоронены на кладбище села Гюйляр. Он погиб 26 января 1992 года в ходе боев за село Дашалты Шушинского района. Я брат Бабы. Он был самым отважным членом нашей семьи. Нас было 9 человек в семье, 4 брата и 5 сестер. Самым храбрым и бесстрашным был Баба. После службы в Советской армии он вернулся в Азербайджан и начал работать в море. В это время в стране было неспокойно. И тогда Баба вместе со своими 8 коллегами добровольцем ушел защищать страну. Им удалось отбить несколько села и они смогли дойти до города Шуша. Но в печально известном бою в Дашалты наша страна понесла большие потери. Тогда мой брат пропал без вести. 31 год и 8 месяцев у нас не было новостей о том, жив он или нет. Мы ничего не знали. Спасибо правительству. Благодаря следствию, экспертизе и анализу ДНК брата удалось найти. Это нас успокоило. Останки пропавшего без вести 26 января 1992 года во время боев в районе села Дашалты Шушинского района Магирама Абасова были обнаружены, идентифицированы и преданы земле в поселке Кешля на аллее шехидов. На церемонии захоронения присутствовали родственники покойного, жители поселка, представители исполнительной власти и общественности.